СТРАДАНИЕ Страдания, это ножом, в свое время разрезали страну на две части. Желательно, чтобы не объединились, но это чисто политическое решение. Но все равно неизбежны какие-то два правительства, я думаю. Это точно такое же оружие, как и танки, и самоходки, и самолеты. Люди сами знают, что нужно делать, и разберутся. Это не Северный полюс, и не Южный. Это Корейский полуостров, разделенный на два полюса. Север и Юг. Минус и плюс. По законам физики, они должны были бы соединиться. Но законы физики иногда бессильны перед законами политики. И только от политиков зависит, взойдет ли над этой землей солнце национального примирения и воссоединения. Крушение социалистического лагеря застало руководство Северной Кореи врасплох. Перестройка в СССР и распад великой державы, поглощение восточной Германии западной и арест Хонекера, восстание в Румынии и казнь Чаушеску. Все это не на шутку испугало лидеров КНДР. Поэтому Ким Ирсен и Ким Чен Ир указали путь к спасению и победе. Теснее сплотиться вокруг вождя, крепить верность идеям Чичхе, готовиться к круговой обороне против ста врагов. КОНЕЦ 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 Как жить и во что верить в осажденной крепости народу КНДР объясняют буквально на каждом шагу шершавым языком плакатов. Они призывают жертвовать своей жизнью, опираться на собственные силы, готовиться к самоотверженной борьбе. Задача на ближайшее время сорвать коварные замыслы Соединенных Штатов, провоцирующих ядерную войну и вернуть единство Родины, расколотой на две части. Вот в этом-то сохраняющемся расколе и кроется одна из главных причин всех проблем и несчастья корейского народа. Раскол Кореи это национальная трагедия для корейской нации. Но если посмотреть на историю вопроса, то разделение Северной и Южной Кореи возникло как результат заключительной фазы Второй мировой войны. Дело в том, что в конце войны Япония разделила свои вооруженные силы, сосредоточенные в Корее, на две части. В сферу действия боевых операций советской армии вошли все территории, расположенные к северу, 38-й параллели. И на Корейском полуострове, и в частности в Японии, так сказать, северная часть Хоккайдо там была также включена в сферу действий. И поэтому советские войска и вели свои наступательные операции в этом районе. Я был в числе того небольшого десантного подразделения, которое вышло на 38-ю параллель. Нам сбросил сверху самолет У-2. Мне казалось, что это учебный самолет, а это казался боевой. У-2, который сбросил, нам выпил. И где было написано, прекратите движение на юг. С той стороны двигались американцы. Сфера, где мы должны были дойти, мы дошли до нее. Дальше уже по международному соглашению мы не должны были делать. Хотя сил у нас достаточно было, чтобы как тогда поговорили, чтобы всю Европу могли пройти за три перекура, как еще шутили. Я никогда не думал, что 38-я параллель станет границей между государствами. Что это граница, которая разделит два мира. Потому что корейцы ходили с юга и с севера. Они шли и искали, где будет лучше жизнь. С юга на север перешли все вот эти демократы, кто старый, кто за национальное освобождение боролся. Такие либеральные, можно сказать, буржуазные, прослойка корейская. Но тем не менее патриотически настроенные. Она почувствовала на севере. Пошли сразу изменения демократические. Конечно, очень многие были преобразования. И они потянулись на север. И они думали, что пройдет какое-то время, войска уйдут с этой территории. И снова возникнет единое государство, которое будет строить жизнь по корейскому образцу. Но произошло совершенно другое. Если бы в 1945 году, после освобождения Кореи от японцев, СССР и США предоставили Корею самой себе, этих ужасов удалось бы избежать. Но две великие державы сделали Корею плацдармом противостояния Востока и Запада. В 1950 году оно вылилось в гражданскую войну. На начальном этапе, который под контролем северян, оказалась почти вся территория Кореи. Спасать союзный южнокорейский режим американцы начали массированными бомбардировками. Янки рисовали на фюзеляжах своих самолетов не звездочки или крестики по числу сбитых самолетов противника, а бомбочки по числу выполненных налетов. В ходе этой войны американцы испытывали на корейцах новые виды смертоносного оружия, как в 1945-м испытали на японцах атомную бомбу. Американские летчики расстреливали с воздуха все, что движется. Корейские города превратились в руины. Весной 1951 года война, выдохнувшись, замерла там же, где и началась, на 38-й параллели. Через два года было подписано соглашение о перемирии. Однако юг свои подписи не поставил. Поэтому формально для Сеула и Пхеньяна война не кончилась. При этом у юга и севера была и мирная жизнь. У каждого своя. Если посмотреть северокорейскую хронику, создается впечатление, что не было у великого вождя Ким Ир Сена и любимого руководителя Ким Чен Ира другой заботы, кроме как руководить на месте. Например, возведением грандиозных монументов в столице. И ведь действительно, их заботами и усилиями Пхеньян превратился в одну большую стройку. Причем монументы строились с не меньшим энтузиазмом, чем жилье. Но это столица современная. А это Кисон. Он тоже был столицей, но только очень давно. Столицей единой Кореи. А сейчас это пограничный город. В нескольких километрах к югу от него проходит 38-я параллель. Однако Кисон не производит впечатления прифронтового города. Он живет доремонтной провинциальной жизнью. А ведь когда-то здесь бурлили страсти политические. Например, на этом мосту. В 14 веке здесь пролилась кровь праведника. Он пытался остановить заговорщиков, направлявшихся в королевский дворец, чтобы свергнуть законного правителя. Ценой своей жизни он продлил жизнь своему господину. Правда, всего на несколько минут. В нынешней Корее нет места заговорщикам. Спокойно взирает Ким Ир Сен на старый Кисон. На эти крыши, под которыми живут праведники, вождь уверен, они преградят путь врагу. Но для друзей дорога в Кисон открыта. Здесь создана зона. Свободная. Экономическая. И оказаться в этой зоне – мечта каждого южнокорейского бизнесмена. Кисон. Кисон – типичный провинциальный город. А это типичная деревня. Называется она Танпхун. По-нашему, Кленовка. Даже издали видно, что эта деревня не Потемкинская и не образцово-показательное хозяйство имени Кимчаныра. Хотя транспарант создравится и в честь любимого руководителя и украшает главную деревенскую улицу. Интересно, что он там строгает? Жители Кленовки в гости нас не пригласили. То, как они живут, это большая военная тайна, которую никогда не узнают проклятые буржуины. Жизнь в Кленовке течет неторопливо. В том, что в деревне почти не видно людей, ничего удивительного нет. По улицам никто не шляется. Все работают. Например, строят каналы. Или выращивают женьшень. Или инсам, как он называется по-корейски. С 2002 года на селе, как и во всей Корее, начали внедряться принципы хозрасчета и самоокупаемости. Это дало свои результаты. В 2003 году северокорейские крестьяне впервые собрали урожай без помощи горожан. Редактор субтитров А.Семкин Мы говорим, под лежачий камень вода не течет. У корейцев тоже есть похожая поговорка. Она утверждает, что без инициативы ничего в жизни не добьешься. Именно по инициативе властей в КНДР сейчас возрождается религия. В начале 90-х годов на фоне краха коммунистических идей в Европе Ким Мерсен взял курс на возрождение традиционных духовных ценностей, в том числе буддизма. Вот почему в этом древнем буддийском монастыре появились монахи. Возрождается и конфуцианство, которое традиционно занимало центральное место в жизни корейского общества. Конфуцианские нормы незримо присутствовали даже в идеологии Чучхен. И сейчас конфуцианство, культивирующее дух коллективизма и безоговорочное подчинение лидеру, становится все более востребованным в современной Корее. КОНЕЦ А почему вот он стал лидером КНДР? А почему к нему такое огромное внимание? Почему он такая яркая личность вообще среди политиков на корейском небосклоне? Я думаю, один из ответов на этот вопрос лежит в том, что Ким Мерсен реально, реально боролся против японцев за свободу и за освобождение Кореи. Этого нельзя сказать о лидерах Южной Кореи. Ли Сен-Ман мы знаем, где находился в период японского генерального господства. Он благополучно и безбедно провел эти лихие для Кореи годы в Соединенных Штатах. Чем занимался Пак Джин Хи, следующий президент? Да он служил в японской армии в тот период. А Ким Мерсен реально с оружием в руках, рискуя своей жизнью, воевал против японцев, партизанил в горах Северной Кореи и прилегающих регионах Маньчжурии. И этого факта не может отрицать никто. Действительно, по уровню популярности в народе Ли Сен-Ман значительно уступал Ким Мерсену. И это объяснялось не только тем, что он не боролся против японцев с оружием в руках. После Корейской войны он не сумел наладить восстановление экономики и решить ряд острых социальных и политических проблем. В Южной Корее вспыхнуло всенародное демократическое восстание, которое смело властолюбца с диктаторскими замашками. А благодаря чему держался у власти Ким Мерсен? Иногда сравнивают со Сталином. Такое сравнение имеет только внешние сходства. Да, Ким Мерсен не скрывал, что он искренне уважал Сталина как крупнейшего государственного деятеля, политического деятеля. И он многому старался учиться, и на советском опыте в частности. Но вместе с этим мы не должны забывать, что Корея это страна конфуцианская, где глава государства воспринимается как глава семьи, ну просто так сказать в доме. Глава семьи должен заботиться о младших членах семьи, о своих детях, быть к ним справедлив, великодушен. А они в свою очередь должны его почитать, ему подчиняться, уважать. Колоссальный авторитет был у него, у него колоссальный был авторитет. Он, так сказать, никому ничего не приказывал, он ничего нигде никому не наказывал. У него был колоссальный, если он что-то сказал, это все воспринималось людьми как истина, как то, что нужно. И эта модель, она, естественно, очень жизнеспособна и работоспособна, и она воспроизводится и в значительной степени, конечно. И в КНДР, и мы видим даже в Южной Корее, в демократической, да, где-то, так сказать, в буржуазной демократии. Ерунда все. Что на юге? Демократия была или что? Никакой там демократии не было и нет. Диктатура. Но, тем не менее, даже там, скажем, модель отношений в крупных фирмах, взаимоотношений между подчиненными и начальниками, она строится по тем же конфиденциальным принципам. Однако, разве можно одним лишь уважением и любовью к вождю объяснить, почему его подданные стали так походить на этих глиняных кукол? А сам он начал бронзоветь буквально на глазах. С конца 50-х годов Ким Ирсен вместе с сыном Ким Чен Иром появляется на всех маломальски значимых мероприятиях. От открытия нового сельскохозяйственного комплекса до пуска нового трамвая. Это называлось руководить на месте. И создавало у народа уверенность в том, что без великого вождя тут ничего бы не стояло, не двигалось, не строилось, не росло, не летало и не стреляло. И это было верно. Без санкции вождя здесь не могло произойти ничего. Разумеется, Ким Ирсен не обошел своим вниманием и строительство пьяньянского метро. Процесс руководства на месте с созданием столичной подземки был запечатлен в кинохронике и зафиксирован на этой табличке у входа на одну из станций. Этим эскалатором пользовался великий вождь. Многие станции в Ким Ирсене метро так похожи на станции Московского. Одна напоминает Комсомольскую, другая Семеновскую, бывшую Сталинскую. Правда, на наших станциях не исполняли песен о вожде, а в вагонах не висели его портреты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Куда бы ни ехал житель Пхеньяна, он не может уехать от себя и от навязчивых плакатов. Они ждут его наверху и призывают бороться, искать, найти и не сдаваться. А вот этот понятен без всяких подписей. Не болтай. Знаете, что так старательно фотографируют все эти люди? Вот эту скромную избушку под соломенной крышей. По преданию, здесь 15 апреля 1912 года в деревне Мангюнде родился мальчик Ким Сон Джу, который потом стал всемирно известным Ким Ир Сеном. Наверное, каждый северокореец приезжает сюда хоть раз в жизни. Многие хотят запечатлеть себя на фоне родного домика вождя. Если когда-нибудь придут и спросят «А ты был?», можно будет сказать «Был». Вот документ. Недалеко от дома источник. Для корейцев он святой. Потому что когда-то из него пил Ким Ир Сен. Всем хочется приникнуть. Может, с глотком живительной влаги в тебя вселится мудрость великого вождя? После этого нехитрого ритуала строим в домик. Посмотреть, как жил Ким Ир Сен и его родители. В соседних с домом по стройках атрибуты простого крестьянского быта. Лук, скалка, чаге. Это такое приспособление для переноса груза на спине. Корейцы приходят сюда так же, как мы когда-то приходили в музей Ленина. Мы себя под Лениным чистили. Наверное, и корейцы становятся чище. О народе можно рассказывать много. Я никогда не забуду, когда мы ехали в автобусе, и был дождь. Мыли тротуар руками. Со щетками и руками. А у женщин, у некоторых, дети были за спиной. То есть маленькие. Вы знаете, это до слез было приятно смотреть на них. А с другой стороны, больно и досадно, что даже детей в то время негде было оставить. Вот жизнь трудового народа, мы как-то были несколько отделены от нее. И я не могу рассказать о том, как жили люди. Я думаю, что люди жили, как всегда, так сказать, не просто, наверное, трудно, так же, как у нас. Потому что все, что происходило в Корее, на мой взгляд, это все у нас то же самое было. Это все, они наши дети, можно сказать, наши последователи. И как у нас было тяжело после войны, и как было очень плохо, и как жили в коммуналках, и так далее. Наверное, все это, я предполагаю, прошел и, так сказать, корейский народ. И корейцы во всем не зря не так любят свою страну, свою природу. Они очень большие патриоты. Не только в смысле политического строя, убеждений, но и с точки зрения вот даже природы. Они так влюблены в свою природу. Меня все-таки один раз сбили. Я выпрыгнул, собрал парашют, спустился с этой сопки, смотрю, справа едет кореец. Он подъезжает, остановились, смотрим друг на друга. Я думаю, как же сказать ему, чтобы он понял, что я не американец. Американцы его не так сказать, ненавидели, могли убить. Я думаю, как же сказать, что я свой. Я показывал на него, я знал, что у них войска Кимирсен. Я говорю, Кимирсен, хо? Он хо-хо. Я говорю, Сталин, хо-хо-хо. Я все время вспоминаю великолепное море. Я вспоминаю корейские улыбки. Я вспоминаю их поклоны. Для меня это символ настоящих добрых отношений людей. Я никогда не видел, чтобы в наш дом, который был открыт, и никогда не закрывался, чтобы кто-то влез и что-то взял. И более того, когда я попробовал узнать, есть ли в корейском языке слово «ключ» и «замок», я выяснил, что этих слов нет. Уровень преступности в КНДР, он был всегда низок. В нашем представлении, если сравнить с Россией, так можно сказать, вообще отсутствует. Там существуют, конечно, негативные явления, но это на уровне, так сказать, карманных краш. И не более того, и то это не такие уж и частые явления, хотя, к сожалению, в последнее время стали появляться. Но по сравнению с Россией, это просто отсутствие преступности. Действительно, в Северной Корее почти нет преступности. Первое, что приходит в голову, когда пытаешься объяснить этот феномен, это имминбан, народные группы. Все их члены друг у друга как на ладони. Ни одно нарушение не укроется от глаз соседей. Но не спешите осуждать корейцев за страсть к доносительству. Нечто подобное существовало в сельских общинах царской России. И поныне существует в демократической Японии. В НДР много поют хуй. Здесь считают, что хоровое пение способствует воспитанию коллективизма. Вместе петь, вместе учиться, так живут будущие офицеры. Для любителей норе-бана, по-русски караоке, в КНДР сейчас выпускается много кассет с текстами популярных эстрадных и народных корейских песен. Вот одна из них. Что-то про множество красивых цветочков, распускающихся в лугах. Короче, миллион-миллион алых роз. А эти, наверное, всё о своём, о девичьем. Не плачь, мол, девчонка, пройдут дожди, солдат вернётся, 10 лет не срок. Да, в КНДР никому не надо объяснять смысл строки, нам песня строить и жить помогает. Петь, ходить, танцевать здесь начинают одновременно. Интересно, а кем все они становятся, когда вырастают? Огромное внимание уделяется детям практически во всех и детских садах, и в школах. Большинство детей играют на различных музыкальных инструментах, поют, пляшут. Вот даже в самой далёкой деревне самое лучшее здание, самое ухоженное, самое облагороженное – это детский сад или школа. Она сразу уделяется на фоне общих строений. В нашей стране новый учебный год начался с 8 сентября. Но тогда из-за неполадок с транспортом эти ребята, наши дипломатов, живущие в КНДС, африканских стран, не смогли своевременно вернуться на родину. И великий руководитель, товарищ инженер, озаботился о детях, которые накануне поступления в школу, тоскуют по родине, пожарным солнцем Африки. И тогда он послал туда спецсамолёт, чтобы эти дети успели поступить в школу вовремя. Самолёт приземлился на аэродроме одной страны, надо было заправиться к окнему. И на аэродроме были руководители этой страны. Они им удивились, когда увидели, что борт самолёта сошли от них только дети. Они были глубоко тронуты безограничными заботами нашего парководства к нашим детям. И лишний раз убедились в том, что дети корейские являются коронями своей страны. Здорово они говорят по-русски. Даже если просто пересказывают заготовленный текст о трогательной заботе лидера КНДР о детях, всё равно впечатляет. Как и сама забота. И то, что даже в послевоенные годы в разорённой Северной Корее устраивали вот такие детские праздники. Конечно, глядя на это, многие подумают. Показуха, пропаганда. А кружки, а прекрасно оборудованные школы. Неужели и это всё только для того, чтобы поддерживать образ вождя, друга детей и отца народа? Когда-то Ким Мерсен наупрёк советских товарищей в том, что он создаёт свой культ, сказал. Это не культ. Это нормальное для конфуцианской страны проявление уважения к руководителю. А на чём основан авторитет Ким Чен Ира? На уважении? На всенародной любви? Или на страхе? Когда родился Ким Чен Ир, я вместе с другими партизанами принимала роды. Радость была огромной. С самого маленького возраста мальчик был очень умён. В детстве он часто говорил, что тоже будет воевать с японцами. И даже показывал, как он будет стрелять по врагам. Родители с детства приучали его к гостеприимству. Он в первую очередь заботился не о себе, а об окружающих его людях. Эту заботу, повзрослев, он перенёс на народ. Сейчас народ, приветствуя Ким Чен Ира, проезжающего по улицам Пхеньяна, заходится в истерике от счастья. Как в 1994 году заходился в истерике от горя и скорби по усопшему великому вождю Ким Ир Сену. Насколько искренно любовь северных корейцев к своим лидерам. Так кому же летом 2000 года летал в Пхеньян президент России? К лидеру великой и свободной страны, с которой России стоило бы брать пример, твердила левая российская пресса. К диктатору, которому порядочный человек руки не подаст, подсказывали справа. А каким увидел Ким Чен Ира сам Владимир Путин? И что почувствовал, совершив это путешествие в прошлое? Ностальгию? Или чувство неловкости? Да нет, похоже, президент демократической России держался в обществе лидера народно-демократической Кореи совершенно свободно. Как будто приехал к старому другу. С ним и по рюмочке не грех пропустить. И послушать, что Ким Чен Ир думает о жизни. В конце концов, у России нет иного выбора, кроме как попытаться понять Северную Корею. Хотя бы для того, чтобы постараться удержать ее от неверных шагов, которые сейчас могут привести к новой войне на корейском полуострове. На этот раз, возможно, ядерный. Уже только ради этого Владимиру Путину стоило слетать в Пхеньян. Это большое достижение, что самолеты иностранных государств прилетают в КНДР с президентами на борту, а не с бомбами, как это случалось раньше. В годы Корейской войны было немало людей, возмущенных американскими бомбардировками. Разумеется, на стороне Северной Кореи были СССР, Китай и другие страны соцлагеря, которые объявили агрессорами Южную Корею и США. Таким образом, в отношении к происходящему на корейском полуострове мир раскололся примерно пополам. Наверное, поэтому Корейская война кончилась ничем. Каждая из сторон осталась при своем. Им осталось только обменяться пленными. Но и этот процесс прошел отнюдь негладко. Часть северных корейцев умерли в Южнокорейском плену. Некоторые отказались вернуться в Северную Корею, поддавшись Южнокорейской пропаганде. В ответ Северная Корея удержала у себя часть южан и американцев. Соединенные Штаты. Кладбище. Надпись на монументе. Корея. Забытая война. О ней помнят. Цель, которую поставили США, вступая в эту войну, достигнута не была. Так за что же погибли десятки тысяч сынов Америки? А за что погибли несколько миллионов корейцев и китайцев? Ведь Ким Ир Сен тоже не достиг заветной цели объединить Корею. И начал готовиться к новой войне. В декабре 1962 года, на четвертом году, пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, он провозгласил новый стратегический курс. Параллельно развивать промышленность и оборону. Благодаря масштабной помощи со стороны Советского Союза и Китая, в 60-е годы Северная Корея по основным экономическим показателям и уровню обороноспособности обогнала Южную Корею. Но запала хватило ненадолго. К концу 70-х Север начал отставать от юга. Она не достигла, может быть, таких впечатляющих успехов в развитии экономики. Но, тем не менее, она создала очень серьезную развитую военную промышленность, военно-промышленный комплекс, которым, так сказать, вынуждены считаться, так сказать, и на Западе. И Соединенные Штаты признают, что, например, КНДР научилась, как говорили американские специалисты по ракетным технологиям, хорошо делать ракеты среднего райису действия, которые пользуются спросом на мировом рынке, как мы знаем. А ведь это все говорит не только о промышленном, но и о научном потенциале страны. КНДР в 99-м году запустила спутник. Пхеньян объявил на весь мир о том, что первый северокорейский спутник Кван Мюнсон-1 летает вокруг Земли и морзянкой передает в эфир слова песни о великом полководце Киммерсене. После шока Запад задался вопросом, а был ли спутник? Ни Америка, ни Россия в космосе его не обнаружили. Но что бы там ни запустили тогда северные корейцы, их ракета попала в цель. В обмен на обещание прекратить испытания ракет большой дальности Пхеньян получил согласие Вашингтона на переговоры. И самое главное, пуск продемонстрировал явные достижения Северной Кореи в области высоких технологий и стал свидетельством ее огромного потенциала. Это уже осознали на юге полуострова. Южнокорейский бизнес начал проникновение на север с жемчужины Азии, Гангансана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здесь, в Алмазных горах, корпорация построила свою первую базу – туристическую. Проспективы превращения корейского полуострова действительно в зону процветания, так сказать, центра международного сотрудничества, они вполне реальны. Для этого, естественно, необходимо устранить те причины, которым это мешает, то есть раскол Кореи. Когда первая в истории встреча лидеров КНДР и Республики Кореи состоялась в июне 2000 года, российское руководство, российский МИД в частности, сразу же выступили с безоговорочной поддержкой решений, результатов этого саммита. В это же время реакция Соединенных Штатов была прямо противоположной. Государственная секретарь США, в то время им была мадам Элбрайт, стала убеждать президента Ким Де Джуна в том, чтобы он не слишком торопился сближения Северной Кореи, чтобы он проявлял бдительность. И главное, в чем она пыталась его убедить, что вопрос об американском военном присутствии на юге Корейского полуострова не может быть предметом переговоров между Пхеньяном и Сеулом. Да, воссоединившаяся Корея может стать новым мощным экономическим, финансовым и политическим центром Азии. Поэтому идея объединения Кореи нравится не всем. Кто-то предпочел бы, чтобы на Корейском полуострове все оставалось по-прежнему. Чтобы южане по-прежнему ездили в КНДР лишь в качестве туристов. А северяне по-прежнему тратили время и силы на гонку вооружений. Субтитры создавал DimaTorzok 50 лет назад корейцам пришлось научиться жить в условиях раскола, преодолеть который не удалось братоубийственной войной. Невозможность поехать на юг северяне компенсировали, построив железную дорогу на север. Она давала возможность гражданам КНДР добраться не только до Москвы, но и до Европы. Правда, география их поездок, как и сотрудничество КНДР, ограничивалась пределами социалистического лагеря. Его исчезновение сузило ареал их перемещения до 122 тысяч квадратных километров. Площади КНДР. Но сейчас северным корейцам пора выходить из изоляции. Субтитры создавал DimaTorzok Вглядитесь в эти отнюдь не парадные фото. Это люди, которые брали Сеул, восстанавливали Пхеньян, захватывали Пуэбло, строили каналы и плотины, возводили монументы, запускали спутник, недоедали, замерзали, сидели без света, их пытались загнать в резервацию, отделить стеной. Но какой должна быть стена, которая разделит два народа? Вернее, один народ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это трагедия корейского народа. Страдания, это страдания, это ножом, в свое время разрезали страну на две части, по родным, по близким. Часть народа живет семьи, скажем, на севере, другая часть на юге. И просто желательно, чтобы не объединились, но это чисто политическое решение, это уже от нас не зависит. Это должны корейцы сами объединиться. Так просто говорить об объединении, это, ну может когда-то, конечно, объединиться, это цель такая, общенациональная задача. Люди сами знают, что нужно делать и разберутся. Но все равно неизбежны какие-то два правительства, я думаю. Вот у них конфедерация, по-моему, это наиболее вероятный путь, это конфедерация. То есть два государства, два правительства, какие-то есть общие цели. Да, они стремятся к объединению, и я думаю, что это произойдет. Я была и в южной стране тоже, и видела их красоту. Конечно, там живут люди гораздо лучше. Чем это объяснить? Тоже сложно и трудно. Но мне лично нравилось то, что и южные, и северные страны, они друг к другу относятся с большим уважением. Вот с научной точки зрения нельзя не признать, что наиболее детально разработана система конфедерации, конфедеративное устройство объединенной Кореи на первом этапе. В Кондере, так сказать, это нашло выражение в теории создания конфедеративной республики Корео. Но то, что эта идея очень продуктивна, подтверждается тем, что она также была поддержана крупнейшими ведущими мыслителями Южной Кореи, в частности, бывшим президентом Ким Дэ Джун. Все-таки конфедеративное устройство объединенной Кореи на первом этапе – это наиболее достижимый, реальный путь к началу объединения, уже полного объединения двух частей Кореи. Вы же видели монумент объединения Кореи. Это мечта всех корейцев, живущих на севере и юге. Я думаю, что под руководством Ким Чен Ира Корея найдет свой путь к объединению. Беремен не будут наши сердца, беремен не будут наши плохо, беремен мы ждем беремен. О чем думает он, простой кореец? Чего ждет? Перемен? За последние 10 лет Северная Корея не раз удивляла мир. Ей пророчили гибель, но она выживала. Ей собирали гуманитарную помощь, а она тем временем запускала ракеты. Ее запугивали, а она не пугалась. Ее пытались изолировать от мира, а она устанавливала дипломатические отношения. Может быть, она удивит нас еще раз, растопит лед холодной войны и перестанет быть Северной Кореей. И тогда Южная Корея перестанет быть Южной. И обе они станут просто Кореей. Единственной. Единой. Единственной. 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 Эдинственной. Единственный. Единственной. Гуман. Субтитры создавал DimaTorzok